Что такое алкоголизм? Алкоголизм состоит в том, что у нас в норме в организме вырабатывается алкоголь. Он входит в цикл обмена. Поэтому у нас в организме есть специальный филемент, называется алкоголь-дагидрогеназа, который занимается расщеплением нашего собственного естественного алкоголя. В случае, когда мы начинаем потреблять больше алкоголя, то есть мы его используем извне, то мы должны натренировать свой организм, чтобы он вырабатывал большее количество алкоголя-дагидрогеназа. И мы запускаем процесс, когда организм просто вынужденно сам вырабатывает у себя этот фермент. И мы начинаем вынужденно пить яд, чтобы нейтрализовать свой собственный фермент. И это реальная болезнь. Мы сбили настройки организма, и он хочет пить, хотя это яд. Мозг все время ищет для себя легкой доли. Значит, любой спортсмен совершает противоестественные действия, он приводит себя к труду, к работе, к тренировкам, когда в этом нет никакой объективной надобности. Ну, то есть, она может какая-то есть, он умом понимает, но мозг нам достался от эволюционных предков. Он в гробу видел эти наши установки и так далее. И это, конечно, по сути дела, такая постоянная война с собственным мозгом, который говорит, я не угомонитесь, хватит это все производить и так далее. И дальше получается, что нужно осуществлять постоянный контроль за собственным, потому что он, собственно, мозгом, он хочет отлынить, он хочет не пойти, он хочет снизить нагрузку. Вы подходите к штанге и думаете, может, сегодня чуть-чуть поменьше. Продолжение следует...